Всем привет! Вы на канале Макаревич Кишин и с вами я, Евгений Макаревич. Сегодня мы приготовим говяжий бестроганов. Сделаем его с гречкой и с грибами. Для этого нам понадобится сама говядина, чеснок, сметана, огурцы. Огурцы можно использовать корнишонным, солененькие, мамины, бочковые, любые. Шампиньоны, томатная паста, немножко французской горчицы, сама гречка, зелень. Хорошее настроение. Поехали. Возьмем небольшой сотенечек для гречки, поставим сразу нагреваться. Покрышим немножко чеснока, меленько-меленько. Возьмем немножко грибочков. В данном случае мы прикупили неплохих коробецких шампиньонов. В основном они отличаются только цветом и немножко вкусом. Но настолько незначительно, что можно взять обычные. Также можно использовать белые грибы, вешенки, любые вообще, которые вам нравятся. Это отлично будет сочетаться с миксом лесных грибов. Поэтому не стесняемся, используем, который вам больше нравится. Нарезаем мелким кубиком. Сотенечек у нас немножко разогрелся. Прямо в нем будем все готовить. Добавили немножко масла. Отправляем сюда чеснок. Пока у нас обжарился чеснок, возьмем немножко, промоем гречку. Взяли, промыли. Раньше гречку вообще перебирали. Может, кто-то сейчас застал это времена. Но сейчас люди вленились. Техника на заводах улучшилась. Контроль качества может быть. Стал более щепетильным. Но все равно мы ее промоем. Темные зерна удалили. Значок у нас поджарился. Отправляем сюда грибы. Аромат уже пошел. Если мы готовим завтрак, то я думаю, кто еще спит, должен проснуться. Тут у нас припасся уже свежий семьянчик. Прекрасный аромат. Добавим сюда. Грибы не ленимся, обжариваем хорошенечко. Повторю, что можно использовать сюда, даже не можно, а лучше использовать туда лесные грибы. Но с утра мы их не нашли, поэтому обойдемся шампиньонами. Грибы у нас обжарились. И отправиваем туда гречку. Будет идеально без сроганов, с гречей. Что может быть лучше? Добавляем немножко соли с перцем сразу. Не пересолим. И у нас здесь припас немножко бульончика. Добавляем сюда бульон. Тем временем возьмем другую доску. Для мяса, сырых продуктов, обязательно используем другую доску. Мы же не хотим на доске, где режем овощи и хлеб, резать мясо. Правильно? Нарезаем говядину. Сначала нарезаем тонкими слайсами. Нарезали. И теперь делаем из этого маленькие брусочки. В данном случае мы использовали вырезку. Можно использовать лопатку. Она будет немножко жестче. Все, мясо порезали. Немножко посолили. Совсем чуть-чуть. Дальше мы досолим в процессе готовки. Добавим немножко копченой паприки. И все это дело присыплем слегка мукой. Нука в данном случае присыпается для того, чтобы, во-первых, сделать оболочку на мясо. Сохранить сочность. А также она останется на сковороде и превратится потом в густой соус. Все это дело запанировали. Возвращаемся к нашей сковороде. Добавляем сюда немножко масла. И отправляем сюда говядину. Пока у нас обжаривается говядина, займемся луком. Взяли немножко репчатого лука. Нарезаем соломкой. Можно использовать обычный белый лук, порей, шалот. У кого что есть. Также у нас завалялось, можно сказать, немножко сельдерея. Его мы тоже используем сюда. Я думаю, будет вопрос, почему так мы неэкономно обрезаем сельдерей. Его мы будем использовать в дальнейшем для бульона. Но это уже в дальнейшем, в другом выпуске. Мясо выложив на сковороду, не спешим переворачивать. Нам надо, чтобы они подрумянились. Поэтому немножко пошевелили и готовим дальше. Сюда добавляем еще немножко горячей воды. Закрываем. И даем ей настояться. Тем временем нарезаем соломкой сельдерея. Огурцы нам тоже надо нарезать соломкой. Сначала нарезаем такими слайсами. Укладываем. И превращаем их в соломку. Говядина у нас подрумянилась. И мы ее снимаем с сковороды. Так, оставляем маслице здесь. И в этой же сковороде обжариваем лук с сельдерей. Опять же, мы не хотим, чтобы мясо у нас долго готовилось. Чтобы оттуда вытекли все соки. Поэтому мы его выкладываем. Дадим ему сейчас немножко отдохнуть. И отправим его в сковороду в самом конце. Гречка наша готова. Мы довели ее до состояния слегка лякоальдента. Там осталось немножко бульона. И пока мы ее готовим, в течение 5-10 минут она все впитается, запарится. И будет просто вот так. Обязательно хорошо выжарим лук. Ну, ароматик будет у нас просто обалденно. Вообще, классический бестероганок не идет сельдерей. Но мы готовим не классический. Обожаю тимьян, поэтому добавим сюда еще небольшое количество. Немного соль. Конечно, свежий молотый перец. Прям пейзаж какой-то. Прям картина в сковороде. Все, даем им еще так позолотиться. Отправляем сюда гурточки. Добавим сюда немножко еще томатной пасты. Все это мы хорошенечко еще раз обжарим. У нас осталось немножко бульона. Добавляем сюда. Вот она. Заиграла наша томатная паста. Отправляем сюда нашу говядину. Сейчас вот немножко так он выпарится. Оп. Отправляем говядину. Следом можно добавить совсем немножко французской горчицы. Сейчас вот немножко бульона. Горядина у нас практически готова. Сейчас за счет температуры она уже дошла. И вставляем сюда пару ложечек густой жирной сметаны. Уменьшаем совсем огонек. Вмешиваем и все. Вмешиваем, вмешиваем. Даем немножко прогреться. Долго не кипятим. Нам не надо, чтобы сметана отслоилась. Поэтому прогреваем. Даем немного постоять. Все. Это у нас все готово. Поехали. Делаем немножко салата. Возьмем небольшую мисочку. Томатик. В идеале, когда делается сальса, убирается сердцевина. Остается такая мисистая мякоть. Нарезаем мелким кубиком. Все он говорит нам о том, что он уже готов. Выключаем. У нас тут есть немножко перца чили. Семена, если надо, удаляем. Если они попадаются, то меленько нарезаем. Возьмем для цвета немножко красный перец. Будет обалденно. Свежие овощи. Сейчас пойдет полным ходом. Не забываем витаминизироваться. Рубим, кому как больше нравится. Отправляем все в одну миску. Добавляем немножко оливкового масла. Немного горчицы. Перемешиваем. Перец. И много соли. А также какое весеннее блюдо без зелени. Свежая зелень. Это зелень, которая уже начинает пахнуть. Действительно. Не то, что зимой. Ну, не красота. Я открою маленький секрет. Если добавить сюда еще чуть-чуть бальзамического лука, это будет просто потрясающе. Оп. Наша гречка. Сюда же отправляется наш бисеробин. Добавляем нас. Приятный пистолет. Немножко мяса. Ммм. Мясо осталось солочное. Гречка грибами. А также немного овощей. Усказительно. Прямо хорошее блюдо для весны.